здравствуйте друзья в эфире канал не аж вот и в рубрике два полковника и лейтенант пиджак с вами капитан первого ранга вмс сша гарри юрий табах привет ну и таки лейтенант пиджак или как это по-зулузски исихулу исихерзулу юрий гемельфар приветствую вас друзья но у нас сегодня интересные темы ну разумеется первая и основная тема это великолепное поистине выступление владимира владимировича путина про его цап царап сайте сланцевой нефти ну давайте мы подождем когда американцы и стратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти а потом у них цап царап тут конечно это уже становится все интереснее вот я не совсем понимаю это что национальная идея кстати юр у меня к тебе вопрос когда владимир владимирович посещал дональда фредовича в белом доме у вас там случайно ложки не пропадали такого не было но я хочу тебя поправить лейтенант старший старший лейтенант и уже даже и саулом был еще кем-то у нас был а ты все лейтенант лейтенант вот накаркаешь будешь лейтенант а то есть разжал дырки одни дырки дырки у тебя будут да нет ну кто его в белый дом пригласит с ума сошел там же там ложки там ценности и так далее но не только это там же надо будет фотографироваться а в белом доме ему уже не дадут этот медестал чтобы встал поэтому фотографии будут не он на такое не пойдет ну да а что что сланцевый газ да сланцевые обработки технологии тогда на хрена они унитазы сперлись с кораблей украинских ну так нет об этом мы еще поговорим но вот в данном случае в общем то да но в данной ситуации меня интересует вот когда владимир владимирович выступал на форуме россия зовет 20 ноября он и объяснил почему россия не добывает сланцевую нефть ну вот ее с пути ездят коротенький комментарий буквально я проанализировал всю технологическую политическую государственную мысль вернее короче самую главную скрепу российскую проанализировал смотрите где русичи взяли первого своего правителя дюрика у норманова ну да там их снорманили да 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 снорманили где они взяли свою первую вернее велигию которая связана с православием с византинили да да с византинили по чьим чертежам петр первый строил первые в 18 веке первые военные корабли с голландии с голландии где взяли в 19 веке первую железную дорогу с англичанами да в 20 веке вот все я отследил я сам заядлый автомобилист отследил все модели автомобилей прочитал вот которые были выпущены в советском союзе в россии нет ни одной самостоятельно изобретенной и пущенной в производство модели автомобилей все это форты бмв там рено и так далее то есть они из французе ли из американи ли из англичане ли из германии где взяли ядерную бомбу с американи ли на базе чего провели индустриализацию 30-х годов какие инженеры это филипкан американец это по его проектам 572 предприятия было построено по проектам альберта кана альберт кана альберт кан да вот вам главная скрепа теперь нам остается еще на основании этой скрепы завладеть технологиями добычи сланцевого газа но мне не совсем понятно вот в условиях в общем-то относительного мира во всем мире зачем вести эту разведку когда это можно купить купить то можно а юра им продадут не должны продавать яблоки можно пойти купить но тут действительно у нас уже сейчас идет натуральная вакханалия в стране всех россиян объявили иноагентами то есть мы теперь все иноагенты ну надо полагать госдепа юра к тебе вопрос где получить свою долю а это понимаешь так вот я сразу о сашке так подумал агенту иностранные вон многие деньги надо с него деньги получать где свою долю ну слушай старший лейтенант гемерфан вот выше вроде бы национальности такой который вопрос этот задает уже две тысячи лет где наша доля когда мы продали да мы все продали но денег не получает испанию герману европу где вот где где моя доля поделюсь я не жадный вот и никто не платит вы у меня периодически слушай у нас видимо разговор какой-то нехороший потому что вы у меня периодически меняетесь местами а ты у меня иногда пропадаешь особенно когда разговор за деньги заходят ну естественно мы стараемся госдеп убедить немытьем так катанем в том что нам надо заплатить так что заплатить вам надо если вы все время куда-то у меня пропадаете теперь Саня пропал у меня с экрана это видимо уже потому что вы оба иностранные агенты ну да система компьютерная не дает прячемся от Роскомнадзора а может быть просто нам уже ставят помехи ставят в эфире чтобы мы ничего не произносили не говорили кому или еще что а я понял я понял это теперь госдеп нам ставит палки в колеса потому что мы правильно поставили вопрос платите титимити а они не платят они не хотят платить вот Юр вот тебе они и ставят палки в колеса кстати я прочитал я не совершил подвиг я честно тебе скажу сейчас скажу что подвиги будем повторять подвиги Александра Матросова я хочу сказать что я сейчас смотрю вот эти слушания наши в конгрессе для расследования импичмента я вот начинаю что-то думать что наш госдеп от Роскомнадзора сильно не опит да я подожди я пропозже я взял этот закон вот который приняли в третьем чтении в Государственной Думе значит у меня лысина задымилась это самое я сутки ничего не мог есть и пить мне просто я прочитал я все-таки прочитал дословно изменения в законе вот которые внесены в связи с объявлением иноагентами физических лиц ну просто вот нормального простого человека физическое лицо это какой-то ну слишком заумный юридический термин ну короче человека с нормальным лицом не физически да значит и там обыграл не то что обыграл а разложил по полочкам вот эту ситуацию за что могут признать иноагентом вот смотри например бабушка у тебя живет в Минске ну бабушка там где-нибудь в Белоруссии это же фактически у нас хоть и единое государство но извини меня финансовые системы разные правовые системы разные пограничный контроль все равно в какой форме существует там и так далее вот смотри твоя бабушка читает или комментирует или постит допустим радио свободы или голоса Америки они уже признаны на агентствами как СМИ как СМИ признаны бабушка тебе репостнула допустим статью из радио свободы или голоса Америки ты сидел сидел и взял раскидал ее по своим друзьям ну вот просто вот кто у тебя френды там в фейсбуке неважно где в ютубе там еще где-то просто раскидал а тут бабушка озабочить о твоем здоровье и наступающей зиме прислал он тебе вязаные носочки из Минска просто вот ну прислал посылочкой там по почте ты получил эту посылочку из Минска а это уже заград посылка тут у тебя вламывается Роскомнадзор ОМОН СОБР что у нас там еще бывает Следственный комитет ФСБ отдел Э выкручивает руки и говорят ты получил материальные средства от зарубежного гражданина представителя зарубежного государства за то что ты репостнул статью иностранного агента которую это сама иностранная агентша переслала тебе ты понимаешь какую фантазию можно разыграть здесь а учитывая то что у нас собираются возрождать смертную казнь я не удивлюсь что за это будут и расстреливать вам не хочется жить в Северной Корее? там тепло а здесь холодно вы уже предатели ну вот вот предатели так вот господа теперь тут такое разъясните мне пожалуйста очень странную историю потому что мои еврейские мозги они можно сказать закипели как в скороватке итак ситуация Кремль вернул Украине захваченный год назад суда так дело хорошее но там по сообщениям ряда СМИ вначале выломали унитазы а потом нагадили вот объясните мне господа вот что это за странная загадочная русская душа не логичнее ли было сначала нагадить а потом выломать унитазы я раньше предполагал что у русских людей странная анатомия типа одень нахрен шапку уши отморозишь или речка по колено рыб до хрена это понятно но вот сейчас Юр разъясни пожалуйста вот это стран поведение причем некоторые злые языки утверждают что в судах подобного рода вообще нету ни таза как морской офицер разъясни послушай да ты ко мне обращаешься как к морскому офицеру или как к русскому сэр капитан сэр я к тебе обращаюсь как к капитану первого ранга ВМС США военно-морских сил у нас у нас у нас вообще-то глины на всех судах даже на маленьких парах на моторных корпусах у нас это дело просто так подаем выкидывать нельзя специально перерабатываем вот эти места куда это надо целая система но это я думаю что это все-таки вопрос воспитания потому что я тоже очень долго себе задавал вопрос попавшим в Россию в Советский Союз я никак не мог понять почему люди отправляться должны в подъезде или в лифте в моем я всегда воспитывал она говорит Юрочка она говорила сходи на дорожку потом она мне объяснила что надо не на дорожку это перед тем как ты идешь уходишь из дома то надо сходить поэтому я не понимал я не могу на Юрин вопрос ответить почему надо это делать до того как Галюкс но думаю что это все связано вот Путин так говорит а это все царап все бандитские хулиганцы да Украина не богатая страна стирайте тягач они не новые ну как вы навредили Украине взяли и поломали украли и все это воспитание это натура Украине вы не на беде вы тебе это показали что эта культура такая и это плавно переходит в то что произошло в Сирии когда там бандиты это все в одной цепочке это все исходит от головы значит когда Жуков расстреливал за мародерство это не помогало потому что он сам помародил и вот потому что Путин сам использует такие способы воришка и в то же время просто показать как он ему бесполезный до того как убивать людей уничтожать или там врагов кого угодно это связано с это очень очень жалко мы даже обсуждаем такие вопросы потому что наши друзья живут среди этого это очень жалко но мне вспоминается история когда 89 году сейчас уже не помню мы пришли во Владивосток на корабле с визитом и у нас очень немножко в шоке потому что если у нас тараканы на корабле обнаружат в карантин и месяцами стоят под корабль и у нас нельзя глины танки эти контейнеры выпускать в океан потому что это должно быть очень далеко в море чтобы это сделать возле берега нельзя это делать ну и в России как и мне потом объяснили что в России тоже такие законы военных но они не всегда соблюдаются один раз мы пришли с капитаном на советское судно и мы что-то обсуждали с ними о встрече о приеме веншера и вдруг он так смотрит на меня что это я говорю что это так забор смотрим и по-моему они вот этот септик танк выпустили там прям прям и конечно вонь стояла вот так удивились с ним ну ушли с корабля а вечером огромный огромный прием на корабле на советском и там крабы раки моллюски разные и а этот капитан мой ничего не ест сидит и ничего не трогает а советский капитан ему говорит попробуй он гребешок ему дает как сейчас он такой большой гребешок очень вкусный этот капитан уже взял на вилку американец уже хотел в рот положить гребешок только утром прям здесь в порту поймали не плеванул не плеванул не плеванул поэтому это я не знаю жалко это не смешно это не смешно это не смешно от цап царапан и сворует до поведения в подъездах до до вот этого до 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 вандала вандалитизм на корабле кто его произвел вот я не вижу я не могу даже себе представить что настоящий моряк военный моряк вот я не знаю ни одного российского моряка который так себя вел даже на чужом корабле даже на чужом судне у нас уважение к суду у нас уважение к плавающим к плавсредствам даже даже средства может быть они были одеты в морскую форму даже не могу назвать мундир форму но вот это вот варварство это показатель уровня культуры вот всяк просто разводит мой дед не говорил про вами часто но иногда он мог что-то вспомнить и сказать вот один из вещей с детства я помню он сказал что они были в Германии в городе на танке сели солдаты взял танкист и развернул ствол и снес какой-то этаж и окна и мой дед он говорит зачем ты это сделал он говорит я жрать хочу это такая вот культура такое я не знаю больше не жалко что это не меняет казалось бы что есть интернет то что мы можем так общаться то что люди уже ездят за границу и расскажу такую вещь я наверное уже рассказывал я наверное в этом вас программе рассказывал мы же подняли подводную лодку которую советские потеряли и мы тогда сказали что мы подводную лодку нашли и советские отказывались мол это не их подводная лодка вот на этой подводной лодке и нашли остатки моряков и мы их захоронили по морским почестям советским играли советский гимн захоронили остатки моряков по морским всем почестям и засняли это на видео и вот когда Советский Союз развалился и все это был засос я как сейчас помню комиссии которая передавала эти остатки и рысь этой лодке россии и у нас комиссия по военно-пренам без вести пропавшим а мы передали вот это видео где мы с какими почестями мы хороним как бы наших врагов с подводной лодки но мы это делали немцы это делали во время первой войны летчиков они хоронили даже британских американских обществ и культура такая была с уважением к врагу относиться не было вот этого водолизма правда рыду потом кто-то спер в россии как ее и нету она затеряна где-то мы хранили ее в 70-е годы вот не комсомолец а К-29 по-моему и взять передать эти корабли вот таким состоятельным это не уважение в первую очередь в себе это показывает барбарство этой культуры да соглашусь ну и последний вопрос вот сейчас в Кремле депутат Адальбих Шхагошев он собирается противодействовать антироссийской деятельности в интернете и говорят что создаются некие виртуальные лагеря под руководством Газдепа где готовят протестный потенциал Юра вопрос там стипендию платят видишь мне уже шахту выдали да слушай у тебя даже сверху даже антенна стоит на кого работаешь да она говорит как ты ее видишь потому там там отличная антенна антенна зенитного излучения я знаю я связь изучал если от середины кемечка идет то это антенна зенитного излучения три стадии связи военных первая стадия развертывания связи вторая полная отсутствие связи две стадии свертывания связи но если серьезно друзья вот что это такое что это за идиотизм что это за афинея вот с этими виртуальными лагерями вот это что так сложно понять что интернет сам по себе это глобальная паутина это глобальная связь и в данном случае за то что формируется протестный потенциал в России за это господа депутаты только себе должны спасибо говорить вот за свой идиотизм ну и ну и старший лейтенант уже казалось бы седые волосы давайте глупейшие вопросы стыдно просто стыдно идея гениальная идея идея хорошая народ будет просвещаться только в правильном раз поэтому выделиться на это гениальная программа наверное с сыном или братом какой-то фамилия неприличная и все на этом все закончится все же понимают что сегодня интернет сегодня невозможно китайцы не могут все равно есть обходы все равно люди придумывают ну да где-то в какой-то глупинке кого-то вы там за бутылку водки собьете он не будет искать поэтому все что они говорят и все что они там говорят это просто способ воровства из бюджета денег вот и все я так не вижу я по-другому не вижу насколько все это смешно понимаешь этот самый Хогошев прям приводит в своем там заявлении или выступлении населенные пункты ты понимаешь прямо как военная какая-то тактика или топография населенные пункты в которых созданы вот эти виртуальные лагеря там называют что-то Новгородская область Санкт-Петербург Самара Татарстан то есть вот понимаешь я не могу вот понимаешь я удивлен я вообще раздосадован почему я вот в моем родном городе Саратове нет вот такого виртуального нет там по-другому что в странах Балтии созданы виртуальные лагеря которые влияют на так сказать Санкт-Петербург Новгородскую и Псковскую области а также на Калининград дальше там кто-то влияет на южные регионы то есть там действительно это чувак наверное начитался книгу маршала Жукова воспоминания и размышления или тоцитовые анналы он он до сих пор думает что компьютеры и смартфоны сбрасывают на парашюты вот эти как вот партизанам бросали в свое время эти партизанские а где у меня хурычит мой телефон надо кто-нибудь на меня спросил я хочу одиннадцатый но это надо сказать я говорю а наша с вами программа это какой театр боевых действий на каком фронте ты меня спрашиваешь саратовско-маямский саратовско-маямско-тель-авивский слушай вот такой фронт думаю потому что тогда надо чтобы у нас какая-то иконка стояла с каким-нибудь галстуком ну да логично придумай придумай обязательно в иране такой же адальбих агошев вот так примерно такой же они взяли он предложил они взяли отключили интернет вообще в том числе интернета сейчас нет у них там народные волнения какие-то идут там уже человек стопа убивали и все из-за того что бензин дорогой они все взяли отключили вообще интернет и сегодня все даже про кремлевские СМИ я услышал целый день сетуют и жалуются на то что у них даже в Иране все дипломатические представительства остались без интернета хотя иран лучший друг вот этот хабошев что ему это лагеря давно бы отключил уже все да и все правильно ну логично следующий вопрос эмильфарт ты мне скажи ты был в этом лагере обучался ты знаешь у меня начинает складываться впечатление что мы сами тут все создали вот такой лагерь и как говорится влияем на Гоев а вот так вот а я а я а я хочу быть начальником лагеря начальником лагеря я хочу быть как у Сталина был хозяин о а я не против пожалуйста так а мы инструкторы в этом лагере чистушку надо какую-то придумать если нету интернета значит нету ни хрена что-то как нет ну как если в кране нет воды значит выпили а тут нам надо придумать тогда будет все равно же это к этому придет я просто хочу опередить опередить историю опередить происходящее если нету интернета придумай придумай Саш ты самый у нас такой ну ты начальник лагеря тебе и карты в руки а а а а кто вы виноваты вы за это вот вы за это ну да если нету интернета о кстати правильно если нету интернета виноваты вы за это ну нормально виноваты супер ну найти чем не отличаемся. И поэтому поведение такое. Саня это сказал, Геминфар моментально это придумал. Потому что программа его. А идея была моя, чтобы... А в итоге продукт совместный. Да, совместный. И в итоге денег нет. Но вы держитесь, как говорится. Мы держимся. Да. Нет, ну конечно, вот я сейчас думаю, весь разговор, что мы имели, это я не помню, какой великий писатель, поэт это сказал, что умом Россию не понять, а другими частями больно. Да. Тютчев, умом Россию не понять, аршином общем не измерить, у нее особенная стать, в Россию можно только верить. Умом Россию не понять, а другими частями больно. Я не знаю, кто это сказал. Да. Губерман сказал, давно пора, ребенок, умом Россию понимать. Понятно. Ребят, спасибо огромное за замечательную беседу. Итак, друзья, с вами были сегодня Капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Я много глазу. Полковник российской армии Александр Глушенко. Вольно. И старший лейтенант Пиджак Юрий Гимельфар. Ну я как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. До встречи через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok